А кто вам дарит подарки, скажите? Вася, малыш мой, он мне всегда дарит подарки. Ну и дети, да, но Вася вообще всегда. То есть вот буквально на Урыс, когда средний уехал в Алма-Ату со своей девушкой, Гриша живет у меня там с моей внучкой. Вы уже молодая бабушка. Я бабушка, да, я обожаю свою Святославу, и я думаю, что... Я никогда не хотела дочку, но я всегда хотела внучку. Честно сказать, да, когда мой сын женился, я... Они на протяжении года жили без детей, я перед ними поставила вопрос, я говорю, знаете, время уходит, и так как я пока молодая, если вы мне внучку не родите, я сама дочку рожу. Ну вот они... Опередили. Да, опередили, порадовали, скажем, смышленой девочкой. Так вот, Вася, он пошел в Керуэн, и вечером пришел и принес мне будильник в форме сердца, и маленькую такую собачку, и на ошейнике тоже сердечко. И такая забавная, как щенок-собачка с большой головой, это огромный. Я говорю, Вася, это что? Он говорит, мама, я копил деньги для того, чтобы тебя порадовать. И такой вздыхает, говорит, я же один на наурыс остался. Поэтому Вася меня радует. Такой внимательный у вас мужчина. Да. Но есть люди, которые вам помогают и поддерживают вас? Материально нет? А морально? Духовно? Ну, морально-духовно у меня есть друзья, и я вообще очень люблю дружить и умею дружить. Я думаю, что вот мои друзья поймут, что я... На самом деле, как бы, вот мой день рождения, мне бабушка моя, Явлань Матвеевна, она просто вбила в голову, что день рождения – это не мой праздник, это праздник моих друзей, которых ты должна собрать и сказать еще раз им большое спасибо за то, что вы были на протяжении года рядом со мной. Она у меня вообще очень мудрая была бабушка, может быть, я тоже поэтому о внучке мечтала, потому что мы много с ней говорили, рассуждали. Она была женой председателя колхоза, то есть дедушка у меня таким хозяином был, вы знаете, в колхозе. Я же родилась в деревне, в Новосибирской области, 397 километров от Павлодара, скажем так. И я не знаю, то есть вот я люблю очень дружить, люблю, и причем я умею дружить не только с женщинами, но и с мужчинами. Ваши друзья – это друзья с юности вашей? Есть, да, много друзей, да, сохранились. По крайней мере, с одним одноклассником и двумя одноклассницами мы очень близко дружим. То есть Фареда, Лариса и Володька, они всегда вот рядом со мной, всегда на телефоне. И есть подруги, например, с Надей мы 23 года, там с Соней мы 20 лет дружим. Ну то есть они все рядом, все близко, и Ольга с Борисом мы тоже с ними дружим 20 лет. Ну то есть много, я не могу сказать прям, что много-много, но по сравнению вот со всеми остальными, то есть у меня есть несколько компаний, скажем так, да, которых я объединяю. Я вот с Алматы уехала, конечно, всех тусовала по воскресеньям утром, я говорила, мамин день, взяли детей, поехали туда, поехали сюда. Сейчас они, конечно, грустят, и я по ним на самом деле. А какие у вас отношения с вашими коллегами-депутатами? С Дориго, Назарбаевой, Гульнарой, Цановой? Очень теплые. С Гипой, Боливой. Хорошие отношения. Получается тоже так же, собрать детей и выехать куда-то вместе? Нет, так не получается, здесь так не заведено, это однозначно. То есть депутаты друг с другом, я не знаю, кто там. У меня есть Светлана Ивановна Ферхо, она, кстати, вот была Савченко в девичестве, да, и у нас теплые такие отношения, да, вот как будто сестры мы. Елена Ивановна тоже, есть люди, да, с которыми мы можем собраться, пообщаться, но я не думаю, что я могла бы позвонить Доригену Стане и сказать, собирайте детей и поедем куда-то. То есть я считаю, что как бы не на том уровне и немножко все иначе должно быть. А партийная дисциплина есть? А партийная дисциплина есть. То есть есть какие-то установки, что можно, чего нельзя? Есть партийная дисциплина, но в каких-то очень принципиальных вопросах. И тогда, когда мы договорились. То есть если мы большинством приняли обоснованное решение, и это решение, оно крайне необходимо для страны, и для экономики, и для построения каких-то демократических преобразований, то есть партийная дисциплина. Вы же очень активная женщина, вот до скольки лет вы собираетесь работать? Я буду работать всю жизнь, я не хочу ни на какую пенсию никогда. Я считаю, что пока человек востребован, он живет. Как только он останавливается, мне кажется, он просто разрушается. Вот у меня сейчас подруга, кстати, я вот пока ехала к вам, она вышла замуж и уехала в Москву. А бизнес у нее, в общем-то, здесь, и она этот бизнес передала в управление. И она вот за эти полтора года, пока она в Москве, у нее заболело все. Начиная от суставов, и она опять не повторила. Она сказала, останавливаться нельзя. Потому что когда ты совершенствуешься, когда ты делаешь что-то хорошее, когда ты добро несешь в общество, именно через свой труд, через свой интеллект, скажем, через вклад, вот тогда, наверное, Бог и дает и здоровье, и возможности, и настроение, и все остальное. То есть в 63 года вы сможете работать? Я надеюсь, ну, да. Приоткрою тайну еще одну. Моя мама последний раз, после того, как отчим умер, последний раз вышла замуж в 75 лет. О, какая у вас семья интересная. Да, поэтому я думаю, что если... Что и в 75 лет жизнь может только начаться. Да, и вы знаете, если вот, я просто же еще раз хотела обратить ваше внимание, что у меня никого в Казахстане нет. У меня все в России, вот в Сибири, там вот, где я жила. И я смотрю сейчас на свою сестру, которая старше меня на 10 лет, она еще очень великолепно выглядит, и у них огород, хозяйство. Они вот белят стены, да, красят, в течение дня стирают в это же время шторы, и к вечеру они их уже, да, могут развесить. То есть, все относительно. Еще раз, если человек доживает, или если он выживает, то, может быть, это и сложно будет. А если двигается человек, у него все в порядке с образованием, и он знает вообще, чего он хочет достичь, я думаю, что... Ни разу не пожалели, что переехали в Астану? Ну, сначала было очень сложно. То есть, была жуткая депрессия, еще связанная с мужем, и вот здесь все новое, и все неизведанное, и непонятное абсолютно. И приходилось к детям ехать, потому что я в прошлом году Васю привезла. То есть, я хотела их после третьей четверти его перевезти. Старшего не могла, потому что он 11 класс заканчивал. Ему надо было НТ сдать, а вот маленького, думаю, а переведу-ка я его сюда. И 20-го как раз была вьюга. Помните, 20 марта в прошлом году. И у меня крепыш, он полненький такой, да, но его, вот, ветром этой вьюга, его отнесло в сугроб. И он, знаете, он такой стоит, сидит на меня, смотрит, говорит, «Мама, что это?» В шоке просто ребенок был. И я подумала, думаю, лучше с лета, с осени потихоньку начинать. И, а так как меня сои страшно мучила в плане того, что и папы нет, и я его бросила, можно сказать так, да. Ну, конечно, было очень сложно. Ну, вот сейчас дети рядом, и мы уже так по-другому немножко относимся к своему пространству, к работе. И, наконец-то, вот так все более-менее понятно стало. Но Астана вам нравится сейчас уже, да? Да, очень нравится. И вы знаете, лишний раз в Алмату, в общем, ездить я не хочу. Мне не нравится, что с 1 декабря там ветки не убирали, и что там было грязно. И люди, огромное количество людей ко мне на сайт обратилось по поводу того, что делайте уже что-нибудь вообще с Алматой, что она вот, ну, вообще очень... Но почему депутаты молчали все это время? Мы не молчали. Я делала депутатские запросы, я требовала, чтобы привели в порядок как бы санитарное состояние. И, ну, конечно, в этом году был форс-мажор. Столько снега не было никогда. И, ну, я думаю... Потом, позже, да, все-таки городские власти старались. Вы думаете, что старались? Позже, да. Вы посмотрите, сейчас Алмата чистенький город. Я вот не очень давно была. И мне показалось, что стало чисто. Как вы относитесь к критике такой нормальной? Смотря кто критикует. Если это человек, критика обоснованная, и, ну, надо делать выводы соответствующие. А если нет, то, ну, как любая женщина, губки надуваю, обижаюсь. Да. То есть это возможно, да, вот в стенах парламента? То есть у вас же там постоянно... У вас сколько вот на этой неделе? Сколько у вас заседаний? 28. 28 заседаний. 28 рабочих групп только, да. У нас комитет очень сложный. У нас, правда, очень большая загруженность. А какой у вас комитет? По законодательству и судебно-правовой реформе. Очень серьезный комитет. Ну, у нас там и люди очень серьезные, то есть и прокуроры, и... Ну, вы по образованию юрист, конечно, вам, наверное, не сложно, но все равно. То есть физически невозможно. Бывает такое, что вы просто в сыром виде можете что-то вот просто недопонять? Ну, у нас есть помощники. И речь из-за того, что мы же рабочая группа, что это такое? Мы постатейно. То есть каждая статья, она зачитывается. Далее выслушивается разработчик, то есть они говорят, почему они предлагают эту статью. Если это предложение депутатов, тогда спрашивают у разработчика, согласны они с этой статьей. Если согласны, то почему, если нет, то почему. Потом у нас есть отдел законодательства, который тоже с точки зрения нормативно-правовой базы, очень хорошие специалисты у нас в парламенте, они тоже говорят, насколько это вообще сопоставимо, и как эта статья, она может отразиться дальше на бытность. А если поправки все-таки принимаются, но в душе вы против, но есть партийные дисциплины, и вы говорите, что... Но вот об этом я и говорю, что если мы проголосовали за, то тогда против, не против, уже нет. То есть нам надо двигаться, потому что степень обоснованности того, что нам предлагают, она очень такая серьезная. Вы же недавно были на Совете предпринимателей с участием президента, где он критиковал наших крупных предпринимателей, где он говорил о том, что вы все время просите, дайте, дайте, а сами ничего не даете. То есть вы с этим согласны? Ну он так и говорил насчет того, что ничего не даете, просто надо совершенствовать взаимоотношения. Но президент, конечно, сказал по поводу того, что вот когда сказали, что нехватка кадров во всех вообще сферах, президент сказал, говорит, ну вам же эти кадры нужны, ну вы и обучайте. На что предприниматели говорили, мы и не против. Давайте вот как раз таки в рамках вот либо вот этой национальной организации, либо любой другой, других ассоциаций, давайте создавать все вместе это. То есть никто не против ничего. Другое дело, что должен быть какой-то инициатор, который зажег бы вот в этой сфере и все организовал. А вам не кажется, что просто сейчас каждый предприниматель, начиная с крупного предпринимателя, просто работает в первую очередь в своих интересах? Пока немножко кажется. Вы знаете, пока вот те прибыли, которые они хотят от наших потребителей, то есть у нас не понимают 20-30%, у нас понимают 100-200% накрутить для того, чтобы сразу получить. Но речь идет о том, что я думаю, что когда-то это закончится, потому что мы в ВТО вступать будем, и к нам придут другие предприниматели, которые понимают цену деньгам, и может быть, наконец-то мы внедрим обязательное потребительское образование, где детей просто научим правильно тратить деньги. А что для вас деньги? Это энергетика и возможности. Но для вас важно, чтобы у вас было много денег? Я думаю, что для меня важно, чтобы было столько денег, сколько хватало бы для того, чтобы не переживать и не думать, что завтра не будет их. Вот сколько вам нужно в месяц? Ну, я не знаю, думаю, что по-разному, в зависимости от того, как и где мы находимся. А как вы думаете, вот наши казахстанцы научились правильно тратить деньги, да? То есть отношение к расходам? Нет, нет, нет. Так как наши деньги тратят, никто в мире не тратит. Это ужасное отношение. Я думаю, что может быть мы рядом с россиянами, но россиянами-олигархами, потому что всё-таки там более такая жёсткая нация, и они умеют потребовать там и отстоять свои права, а мы такие более толерантные. То есть а как это искоренить? Как это вот в сознании? Только потребительское образование, только потребительское образование. Надо менять голову, надо делать таким образом её устройство, чтобы мы понимали, что качество жизни зависит от нас. И если мы будем вот подобного рода ситуации никак не разрешать, и у нас всё есть, нормативно-правовая база вся позволяет, вот немного нам вот чуть-чуть недостаёт общественного контроля, потому что на самом деле даже те же 10 миллионов квадратных метров, которые за счёт государства строятся, кто будет за качеством их следить? Вот как раз-таки закон об общественном контроле, он бы сподвиг тех людей, которые рассчитывают на получение в этом доме квартиры, чтобы они сами следили за качеством, когда своё кровное, вы же понимаете, это совсем другое отношение. Но у нас пока с точки зрения законодательства, с одной стороны, защита прав потребителей, всё позволено, но люди ещё к этому не совсем готовы. Только потребительское образование, оно сможет людей вовлечь в это и изменить качество жизни. А кто войдёт в этот общественный контроль? Кто будет за этим всем следить? Люди, обыкновенные люди. То есть тех, кого это касается. Если они видят, что, допустим, непорядок на их улице, они создают некоммерческую организацию, либо просто движение, либо гражданскую инициативу, и начинают двигаться. То есть они избирают каких-то людей, которые следят за одним, вторым, пятым, двадцатым. И там не для того, чтобы наказывать, а для того, чтобы организовывать обратную связь. Ведь многие руководители компании, хозяева, скажем, они хотят как лучше. То есть они приезжают с какой-то не идеей хорошей. А уже как исполнители это делают. Это уже второй вопрос. И может быть, как раз-таки не достаёт вот тех самых общественников, которые бы сказали тому же руководителю компании, что неправильно вообще ваша компания двигается. И на самом деле те, кто на вас работают, они не совсем достойны вашего бизнеса. Ну раз уж мы заговорили о расходах, давайте узнаем о ваших расходах. Я вижу, что вы прекрасно выглядите, а на вашей руке сверкает бриллиант. То есть вы можете себе позволить вот такие вот дорогие покупки? Ну сейчас нет, честно. Потому что на самом деле я достаточно хорошо зарабатывала тем, что, во-первых, я квалифицированный очень юрист, адвокат. И не адвокат, а юрист, именно юрист. Я не могу в уголовной сфере, у меня сердца не хватает. Потому что я прилепляю сразу, и мне жалко этого человека. И это первое. И второе, я очень была дорогой медиатор. Сейчас мне нельзя этим видом деятельности заниматься. И я единственный человек, который имеет право проводить ТОТ, тренинг для тренеров в сфере медиации. То есть я обучала медиации, и это были достаточно хорошие деньги. И я могла себе позволить до депутатства бриллианты тоже. Чтобы вас пригласить в качестве медиатора до депутатской деятельности, вот сколько стоило Светлана Романовская? Мне нет тысяч долларов. То есть чтобы вы помирили. У меня не было ни одной вообще медиации, которая бы... Вот обратите внимание, я не восстановила бы отношения, да, это первое. И чтобы люди, взятые на себя обязательства, чтобы они их не выполнили, они бегом бегут их выполнять. Потому что это, конечно, мастерство, великое мастерство. И вот этот вот вздох, вот когда люди друг другу жмут руки, и я вижу, что я сохранила их отношения, я их восстановила и сохранила на долгие годы. У меня есть бабушки, которые каждую субботу до сих пор 17 лет подряд, а нет, не 17, 11 лет подряд, они носят пирожки в мой офис. Потому что я их помирила. Две сестры, которые 17 лет не разговаривали между собой из-за колечка, которая осталась от мамы. А как ваш офис сейчас работает без вас? Плохо работает, сложно очень работает. То есть есть вероятность того, что Лига потребителей просто в какой-то момент умрет без Светланы Романовской? Не знаю я. Пока мне сложно об этом говорить, потому что на самом деле очень сложные времена, так как вот те гонорары, которые я получала, я всегда содержала свою организацию на эти деньги. То есть я платила заработную плату тем специалистам, которые мне нужны были, и вот для продвижения моей идеи. То есть Лига потребителей, другими словами, да, для меня это вот, ну как бы детище, да. То есть вот я родила и бросить не могу. Я должна вот дальше продвигать и продвигать, потому что я пока вижу, что никому, кроме вот нас, это не надо. То есть пока президент сказал в прошлом году... Вот сколько человек вот в Лиге потребителей работает именно вот, кто руководит, да, сейчас? Сейчас вот, знаете, то есть у нас есть представительство во всех регионах. То есть это по одному человеку, это уже 16 человек? Это уже 16 человек. В Алматинском офисе, к сожалению, у меня осталось всего 5 человек. До смешного, да, то есть это... Кто им платит зарплату? Ну вот пока были какие-то накопленные деньги еще с тех времен, да. А сейчас они, ну, пытаются тоже вовлечь людей, членскую базу развить, юридические услуги оказывают, проводят тренинги, ну вот, проводят медиации. Я просто слышала о том, что Лига потребителей существует еще на гранты. Мы получали грант, ну, вот недавно буквально моя организация, ну, это не Лига потребителей, это единый центр медиации и миротворчества. Я хочу сказать, что там были вообще жалкие копейки. И это у нас был тоже имидж. От кого получили грант? То есть социальной ответственности нет? Пока, ну, вот да, скажем, постольку поскольку. Ну, вы же, как будущий депутат, вы же тоже можете лоббировать, да? Я не могу этого делать. То есть еще раз, я хочу обратить ваше внимание, я за все эти 20 лет, я никогда не требовала ни от кого, и вообще моя организация этим отличается. То есть и вообще по этическому кодексу мы от бизнеса деньги брать не можем. Потому что иначе получается, что мы будем лоббировать их интересы. Поэтому для нас очень важно, чтобы была поддержка со стороны людей, чтобы люди осознали, что необходима такая организация, и что надо участвовать в деятельности этой организации, и что для них это будет великое благо. А вообще для кого-то, можете у кого-то что-то попросить, да? У того, кто сильнее вас, кто влиятельнее вас, чтобы помочь кому-то? Нет, чтобы помочь кому-то? Да, наверняка. То есть ко мне вот обращались, например, люди, детям необходимо, ребенку нужна была операция, я обратилась ко всем и вся, вообще, к кому только могла, для того, чтобы помогли. То есть благотворительностью вы занимаетесь? Ну, я думаю, что вот моя деятельность в сфере защиты прав потребителей, это тоже и единого центра медиации и миротворчества, это всегда благотворительность. А кем вы себя видите после того, как, ну, скажем, после вашего депутатства? Да как была, так и есть. Я же как возглавляла Лигу потребителей, так и не собираюсь ее бросать, как возглавляла Единый центр медиации и миротворчества, и тоже не собираюсь. А чья была идея, вот, чтобы Светлана Романовская стала депутатом Мажелеса? Народа. Народа, да? Да. То есть кто вам предложил? Ну, я член бюро полицовета Нур-Атана достаточно давно, и как бы по логике, скажем, конечно, Нурлан Зырлайч объявил об этом, а инициатива президента. И, конечно, будучи депутатом, да, вы же остаетесь женщиной, когда вы успеваете маникюр, педикюр сделать, косметологу сбегать? На самом деле это очень много времени, и поэтому всегда для тех, кто мне это делает, это стресс, потому что я делаю все одновременно, абсолютно все. И бегом-бегом, быстрее-быстрее, то есть в промежутках как-то, ну, считаю, что на самом деле как бы имидж женщины, он состоит из мелочей, из тонкостей, из каких-то штрихов. И думаю, что не надо разочаровывать тех людей, которые давно смотрят на тебя и радуются. Не тяжело быть женщиной-депутатом среди мужчин? Очень сложно. Сложно? Очень сложно. Но есть какие-то поблажки со стороны мужчин? Нет, нет, нет. То есть, Светлана, проходите, давайте вы выступите сначала, потом я, там давайте сначала ваш депутатский запрос. Ну, все-таки женщина, красивая, интересная. Ну, на самом деле, как бы не бывает такое, у нас там кнопочка есть, знаете, если кнопку нажал, в очередь встал. То есть, я думаю, что, ну, нет, какие-то все-таки, нам не нужны поблажки, зачем они нужны? То есть, я не думаю, что от того, что я сделала депутатский запрос через два человека или до этого, что что-то изменится. А по поводу того, чтобы руку подать там, или иногда бывает, что они забывают. Да, бывает, честно. Вы очень сильная женщина, в вашей жизни было многое, но вам не надоело быть сильной? Ну, а что делать? То есть, расслабляться нельзя, потому что, на самом деле, как бы, действительно, вот работа и все то, что я сейчас делаю, они в таком тонусе меня держат, потому что надо много чего сделать, и не для себя, не ради себя, а ради того, чтобы и люди могли понять вообще статус вот депутата, чтобы они могли осознавать, что мы не оторванные, ниоткуда пришли, что вот мы народные избранники, и на самом деле, как бы, вот, мои часто очень говорят в компаниях, мои друзья, что ты насыщешься со своим народом Казахстана? Вот очень часто, ну, в последнее время перестали, потому что мы меньше сейчас общаемся гораздо, и мне этого не достает очень. И я говорю, что у меня нет другой родины, я тут троих детей родила, у меня тут внучка родилась, и если они куда-то переедут, то они уже будут не свои. Поэтому Казахстан, это моя земля, это действительно наш родной дом, и все, что я могу сделать из тех возможностей, которые у меня есть, я должна сделать на сто процентов. А что для вас главное в жизни? Главное в жизни? Дети, я думаю, да, потому что я, моя семья, и вот именно они меня сподвигают, как бы, двигаться и все делать ради них. Я желаю вашим детям здоровья, и чтобы все ваши депутатские запросы приносили пользу казахстанцам. Спасибо, что пришли к нам в студию, посмотрели программу «Статус-Ко», и сегодня у меня в гостях была Светлана Романовская, депутат Можилиса парламента, президент Национальной Лиги потребителей. Всего доброго, увидимся в следующий четверг.